Как сделать проповедь понятной, близкой и людям актуальной? Как сделать проповедь понятной, близкой и людям актуальной? Первое послание к фессалоникийцам и хотел рассмотреть в течение часа сегодня и завтра продолжить эту тему, первое послание к фессалоникийцам и рассмотреть и предложить несколько планов проповеди. И на основании вот этого разбора у нас уже будут планы проповеди, планы проповеди, которые бы соответствовали той тематике и тем требованиям, которые мы предъявляли к планам. Хорошо? Если у вас в Библии есть, как говорил Билигрэм, кто из вас принес Библии, поднимите их. Хорошо, всегда приносите с собой Библии. Откройте первое послание к фессалоникийцам и мы сделаем своего рода вставку, рассмотрим первое послание к фессалоникийцам. Вот я так назвал общую тему. Первое послание к фессалоникийцам в ожидании пришествия. Первое послание к фессалоникийцам в ожидании пришествия. Однажды археологи проводили раскопки в древней части города Фессалоники, в Македонии, это на севере-востоке Греции. И при раскопках они обнаружили один надгробный камень, относящийся к первому веку после рождения Иисуса Христа. Это примерно то же время, когда жил Христос и апостолы. И на этом камне по-гречески было написано «надежды нет». Это нагробный камень. Но если мы почитаем первое послание к фессалоникийцам, мы увидим, что там только о надежде и говорится. Апостол Павел говорит о надежде, первом послании к фессалоникийцам, о пришествии, надежде связанной с пришествием. Интересно, что первое послание к фессалоникийцам написано молодым верующим. Мы бы сказали так, новообращенным. И обычно мы новообращенным говорим о самых простых вещах веры. Кто такой Христос, что такое спасение. Ну и вопросы эсхатологии последнего времени мы обычно откладываем на потом. Это слишком сложные вопросы. Но интересно, что апостол Павел начинает именно с эсхатологии. Он пишет молодым верующим о пришествии Господа Иисуса Христа. Он считает, что самое важное для них знать о том, что Иисус Христос придет. И знать о том, что делать в ожидании пришествия Иисуса Христа. И для апостола Павла вот эта тема пришествия, это не просто тема, о которой можно поговорить, можно подискутировать, порассуждать. Это тема, которая вселяет в нас надежду. Это то, что дает нам радость жизни. Это то, что помогает нам идти с Богом. Именно тема эсхатологии, тема пришествия Господа Иисуса Христа. И он говорит об этом. И он предлагает в эту тему послание к фессалоникийцам для нашего духовного роста. И мы изучаем эту тему. И мы изучаем это послание, мы изучаем его, как мы вчера уже говорили, снутри и снаружи, извне и снаружи. Мы погружаемся в древний мир. Помните, мы вчера говорили, да? Изучаем историко-культурный анализ. Когда было написано послание? Вот если вы хотите проповедовать по посланию к фессалоникийцам, с чего вы начинаете? Вы изучаете все послание, вы несколько раз прочитаете послание. Все, оно короткое, пять глав, первое послание. Вы захотите узнать, когда было написано послание? Кому было написано? Вот в какой культурной ситуации жили эти люди? Они претерпевали гонения? Это нам помогает во многом понять, что апостол Павел писал. Вы проведете синтаксический или лексический анализ, другие виды анализа. Вот, и вы занимаетесь этим. И второе, потом вы соотносите эти истины с современностью. Ведь просто людям проповедовать о послании к фессалоникийцам, может быть, кому-то это интересно. Люди будут слушать, а что такое, где фессалоники находились, что там было, как жили верующие, что писал апостол Павел. А как это связано с жизнью? Людей интересует. Фессалоникийцы это хорошо, как это связано с моей жизнью? Поэтому мы переходим к другому, мы переходим к нашей жизни. Мы показываем, как это связано с нашей жизнью. Итак, первое это церковь в фессалониках. Вот, когда мы захотим проповедовать по посланию к фессалоникийцам, мы изучим, мы прочитаем деяния. И в деяниях те тексты, где написано об основании церкви к фессалоникийцам. Как апостол Павел шел через Малую Азию, потом он увидел сон, и во сне ему явился муж македонянин. Помните, говорит, приди, помоги нам. Потом он пошел в Филиппе, в Европе началась проповедь, и затем в Фессалонике. Затем он вернулся в Фессалонике. Вот, Фессалоники это в столице Македонии. Где-то здесь у меня была даже картинка, вот я бы вам показал, вот это уже современные Фессалоники. Вот это современный город Фессалоники. Как он выглядит, то место, где когда-то проповедовал постол Павлович. Сейчас там живет больше миллиона людей, миллион двести тысяч примерно. Второй по значимости и по величине город. А Салоники, это не тоже Салоники? А? Салоники, да, тоже. Это старый? В старом всегда написано часто Салоники. Сейчас на картах пишут Салоники. Когда-то было в Фессалонике написано. Это тот же город. Вот некоторые туристические места, вот красивые этого города. Это Аристотель, который был еще до Христа. Это памятник Аристотелю. И здесь у Аристотеля палец такой очень гладкий. Считается, что если потрешь этот палец, то будешь счастливым. Поэтому палец этот блестит, потому что все подходят и протирают этот палец. Вот этот палец блестит. Вот разные здания и так далее. Вот этот город, город Фессалоники. Старый город, в котором проповедовал апостол Павел. Вот и вот апостол Павел пришел в этот город. Для того, чтобы вот еще нам лучше увидеть, как апостол Павел ходил и куда он пришел, вот будет хорошо увидеть, вот посмотреть на карту. Сверху вы видите Македонию, там Салоники написано, да? Апостол Павел шел в Малой Азии. Малая Азия это современная Турция. Вот это справа территория неокрашенная. Вот и затем он пошел в Филиппы, здесь не показан город Филиппы. В Европе начал проповедовать и постепенно он дошел до Салоник. Вот Фессалоника, этот город Фессалоники. Столица Македонии, крупный морской порт. Здесь проходила дорога Виа-Игнатия, одна из известнейших древних дорог, соединявшая Рим с Востоком. Очень стратегически важный город. И там было греки, греков жило, естественно в Салониках жили греки, но там было много евреев. Там процветала торговля, всегда где есть торговля, вот там нельзя было не встретить еврейских дельцов. Ну и поскольку Салоники занимали такое важное место в путях, в древних путях, пересечении дорог, вот там было много евреев, и апостол Павел пришел туда и там проповедовал. И когда апостол Павел проповедовал, мы читаем в Деяниях 17 главе, великое множество уверовало. Ну не знаю, что значит великое множество, насколько это много, но немало людей, наверное, пришло к Богу. И потом начались гонения. Часто с уверованием связаны гонения, где люди веруют, начинается гонение. Но апостол Павел переживал о церкви в Салониках. Переживал, думал о них, он послал Тимофея к ним, чтобы узнать, как дела у них. И мы читаем первые главы Фессалоникицам послания, и апостол Павел говорит об этой переписке, об отношениях к Тимофею, что Тимофей пошел, потом Тимофей что-то узнал, потом Тимофей пришел обратно с радостной вестью и поделился этой вестью, ну и апостол Павел утешился. Вот он сказал, что Тимофей принес добрую вещь о вере вашей, любви, которую вы всегда имеете в вас. Ну и когда апостол Павел услышал об этом, он начинает писать послание. Вот послание к Фессалоникицам. И это послание к фессалоникийцам является хорошим примером, как можно говорить о втором пришествии, какое значение имеет второе пришествие в жизни христианина. Первые две главы. Это своего рода я бы назвал крактным курсом гомилетики. Вот прежде чем апостол Павел говорит о втором пришествии, мы можем еще раз вернуться к гомилетике. Крактный курс гомилетики апостол Павел и фессалоникийцы. Первые две главы. Вот и здесь своего рода можно сказать проповедь даже к проповедникам, проповедь обращенную к проповедникам. Вот в видении апостол Павел говорит, что проповедь наша была не в слове только, а в силе. Проповедь произносится в силе. Мы возвращаем слово силой духа. Вот и мы можем говорить о том, что как Иоанн Креститель приступил к служению в силе духа, как Иисус приступил к служению после сошествия святого духа. Помните, Христос сказал, дух господен на мне. Иисус начал проповедовать в силе духа. Иисус говорил ученикам, вы примите силу, когда сойдет на вас дух святой. Вот представьте себе ситуацию. Ученики не были дилетантами в служении. Они три года ходили со Христом. Три года учились в самой лучшей школе. Они видели его чудеса. Они сами изгоняли бесов. Может быть не всегда удачно, но они это делали. Что еще нужно? Вот я не знаю, есть ли среди вас брат, вот мог бы быть такой брат среди вас, который общался с Иисусом лицом к лицу, который был свидетелем его воскресения, преображения, который ходил по воде даже, который видел его распятым, сошел в гроб. Ну, такого брата можно выбирать на служение. Что еще нужно? А Христос говорит, этого недостаточно. Ждите, когда дух святой сойдет, и вы получите силу. То есть этого недостаточно. Нужна сила Божия. И вот дальше мы читаем в деяниях, что в день Пятидесятницы ученики получили силу, дух святой сошел на них, и они стали свидетельствовать об Иисусе от Иерусалима и до края земли. Они совершали великие дела силой Божией. Я вспоминаю пример о наших братьях в Сибири, когда рассказывали, когда к ним пришли из налоговой инспекции. Говорят, платите налоги, а за что? Ну, говорят, вот у вас тут центр для наркоманов или алкоголиков, и они освобождаются, но это все же не бесплатно делается. Вот мы все фиксируем, вот тот освободился от наркотиков, тот от алкогольной зависимости. Вот, а братья говорят, а, ну если вы об этом, так это же Христос делает, вот у него лицензию и требуйте. Вот, это все Христос делает. Ну, и на самом деле это так. Это не мы делаем. Сокровища сии, апостол Павел говорит, мы носим в глиняных сосудах, и преизбыточная сила приписываем мы Богу. Вот, мы полагаемся на Духа Святого. Билигрэм говорил, я часто чувствую себя, я часто чувствую себя наблюдателем. Я встаю в стороне и смотрю, как действует Бог. Бог, вот это проповедь в силе, Бог действует, не мы действуем. Мы стоим, мы только передаем то, что говорит Бог, поэтому мы полагаемся на Бога. И я уже говорил, мы делаем хороший план проповеди, организация, единство, мы соблюдаем последовательность, кульминацию мысли. Но если мы не будем надеяться на Бога при этом, наша проповедь останется сухими костями, как написано в Иезекиле. Но только Дух жизнь вдыхает в эти сухие кости. План это сухие кости, по сути, это скелет всего лишь. Но если мы молимся, тогда Дух вдыхает свою жизнь и люди меняются от проповеди. Проповедь не в слове и в силе. И дальше апостол Павел говорит о содержании проповеди. Пункт первый своего рода проповеди. Содержание проповеди, 2-3. Он говорит, что в проповеди нашей нет ни заблуждения, ни нечистых помыслов, ни побуждений. Вот очень хорошая мысль для каждого проповедника. И здесь такое слово апостол Павел использует, акатарсиас, нечистота, нечистоплотность. То есть никаких нечистоты, никаких мыслей нечистых по отношению, скажем, к женщинам, по отношению к деньгам нет в нашей проповеди. Нет лукавства. В нашей проповеди нет лукавства. Знаете, мы ориентированы на результат. Нужно больше и больше. И так было во время апостола Павла. Во время апостола Павла уже были люди, которые применяли разные нечестные методы для того, чтобы привлечь людей за собой. Я слышал, когда во время перестройки, не знаю, правда ли это, но применяли разные методы для того, чтобы людей обратить. И говорили, среди тех, кто, вот если вы покаетесь, там, получите литературу. Среди тех, кто покается, будет разыгран видеомагнитофон. Представляете, как толпа сразу ввется, тем более в то время было мало еще возможности получить что-то. Вот люди приходили, чтобы получить видеомагнитофон. Ну и все это дело снять на камеру, вот и можно показывать, какой успешной была проповедь. Вот, и собрать какие-то средства. Апостол Павел проповедовал без лукавства. Вот, нельзя. Я тоже помню, один проповедник так призывал. И он призывал, так призывал, людей покаяться, но как-то не получается, не выходят люди. Потом он такой хитрый метод предложил. Кто хочет, чтобы за него помолились? Ну так, никто особо не хочет. Кто хочет, чтобы за родственников помолились? Кто-то поднял руку. Выходи сюда, брат вышел, он его на колени поставил, помолился с ним, так все, ну как будто бы человек покаялся. Вот, или некоторые проповедники делают. Ну, кто хочет, чтобы там помолиться или помолились, за них поднимите руки. Ну, некоторые люди так не смело подняли руки, а потом проповедник делает хитрый шаг. А теперь, кто поднял руки, выйдите вперед. Людям некуда деваться, выходят. О, люди вышли вперед, люди покаялись. Зачем такое лукавство? Апостол Павел говорит, проповедовал без лукавства. Нет в нашей проповеди лукавства. И далее апостол Павел говорит о методах своей проповеди. Угождение Богу, а не человеку. Он не проповедовал, чтобы угодить человеку. Он угождал Богу. В его проповеди не было ласкательства. В слове ласкательство это слово, означающее проповедь из корыстных побуждений. В нас в церквах, в большинстве церквей не платят за проповеди. Хотя уже есть сейчас новые церкви. Я посещал одну церковь. Они обычно после того, как я в них участвую, они просят иногда одну новую церковь. Они всегда благодарят проповедникам и дают какие-то деньги, как они говорят, на Макдональдс. Сходить в Макдональдс, где-то пообедать. Небольшие деньги. Но, к счастью, это небольшие, поэтому пока мы проповедуем не за деньги. Мы проповедуем просто ради идеи. Хотя трудящиеся достоин пропитания, конечно. Но часто проповедники некоторые могут вообще думать больше о деньгах, нежели о проповеди. Особенно если это платят, они могут выбрать. Ага, в какую церковь они пойти? В той платят хорошо за проповедь, в этой нет. Пойду ту. Та большая церковь, там будет больше сбора и так далее. А некоторые церкви, например, в Америке, если вы проповедуете, потом вы выходите, и люди, когда выходят в собрание, они в тарелочку бросают деньги, пожертвования для проповедника. Вот если эта церковь побольше, где-то побольше пожертвует, поменьше. И часто проповедник может думать, ну а как же мне так сказать, чтобы пожертвовали больше? Вот это искушение может быть. И апостол Павел говорит, у меня не было угождения, не было ласкательства и не было корысти проповеди. Вот это методы проповеди. И дальше апостол Павел говорит, после разговора о методах, о проповедникам. Какие проповедники? Свидетели, вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Вот это были настоящие проповедники. Свято, безукоризненно, праведно поступали. Они могли дать почувствовать свой вес и важность. Апостол Павел говорит, мы могли прийти к вам с важностью, как апостолы. Но мы были тихи, как кормилицы относятся к детьми своими. И вот такими были проповедники. И в заключении проповеди мы можем говорить о том, о чем говорил апостол Павел, что мы отдали души свои вам, потому что вы стали нам любезны. Мартин Ллойд Джонс говорил, одно дело любить проповедовать, второе, любить тех, кому ты проповедуешь. Можно любить проповедовать, но не любить тех, кому ты проповедуешь. И вот апостол Павел говорит о том, что он любил тех, кому он проповедовал. Он говорил в послании к римлянам, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Представляете, такого проповедника, который готов сердце отдать. Конечно, проповедь будет звучать совсем иначе. Люди будут воспринимать эту проповедь, люди будут применять истины, заложенные в этой проповеди. Верить. Да. У меня вопрос такой, у меня слышал такое словосочетание когда-то, неверующий проповедник. Мне кажется, проповедь за деньги, как это может сочетаться? Проповедь за деньги, проповедь по вдохновлению, а проповедь за деньги это, получается, работа тогда. Нет, здесь вопрос в мотивах проповедника. То есть, апостол Павел говорит, что трудящийся достойный пропитания и не заграждай штат у вала молотящего. То есть, правильно, если человек трудится, подготовить проповедь и серьезно, надо много работать. Действительно, проповедник, о котором мы говорили, многие трудятся много, часами. И это тяжелая работа, как Муди говорил, у него пот просто катился по лицу, когда он готовился. Но вопрос в том, делал ли он это за деньги, он делал это для Бога. А деньги это уже то, что Бог дает, то, что прилагается. Ну, и Бог может использовать, конечно, и, наверное, таких проповедников, даже лукавых. Апостол Павел говорит, некоторые по любопремию проповедуют Христа нечисто, но Бог их. И он говорит, я буду этому радоваться. Пусть люди услышат о Христе даже Иисус этих проповедников. Но, конечно, такой проповедник себя не спасет. Какая награда, он говорил, Бог может даже ослицу использовать. Самых неверующих. Он через Каяфу проговорил. Помните, Каяфа был первосвященником, и он предсказал смерть Христа. А Бог через Каяфу проговорил, Бог в Саула использовал, Саул был проповедник. Но какая награда этому проповеднику? Вот поэтому мы стремимся быть верными преподающими Слово Истины. Вот для нас это уже наша ответственность. А Ион любил тех, кому он проповедовал? Интересно, что вот книга Ионы заканчивается вопросом. Мы говорили об окончании проповеди. Вопросом. Мне ли не пожалеть города, в котором там 120 тысяч человек, не умеющих отличить руки от левой, от правой и ноль со скота? И над чего не написано об ответе Ионы? То есть Иона как бы не отвечает. Мы не знаем. Мы не знаем, покаялся ли даже Иона уже второй раз в том, что он так относился к неневитянам. Главное, что он сказал. Он боялся Бога. Мне кажется, это не суть важна, покаялся он или нет. Самое главное, что Господь ему показал, что... Да, да. В любом случае, наверное, без гнева это говорил смиренно, что Бог хочет сказать им. Это сам был вопрос. Обязательно не испытывать чувства какие-то к людям. Ну, здесь, может быть, не то, что даже любовь к людям. Понятно, неневитян было трудно любить Ионе, вот таких людей. Но здесь его поразила больше, вероятно, вот эта, ну, бессмысленность проповеди. Он говорит, ну зачем тогда проповедовать? Ты все равно покаялся. То есть он вот этого не понял. Иона не мог вместить. Вот. Бог говорил, что разрушено будет. Он проповедует, не разрушается. Так Он говорит, так какой смысл был проповедовать? Вот. Иона не понимал любви Божьей, что Божья любовь намного превосходит то, что он думает, представляет. Вот Бог хотел их раскаяния, хотел, чтобы они поменяли свою жизнь, да. Но вот интересно, что ответа нет Ионы. Что Иона в конце концов пережил? Все-таки понял Ион до конца? Мы думаем, что он кое-что понял. Бог ему урок преподнес этим растением очень хорошим. Говорит, ты растение огорчился, а мне люди. Столько людей здесь. Это контекст послания к Пессалоникийцам. Вот мы так просмотрели, как контекст, как она образовалась, эта церковь, и как пришли к этой церкви. Вот, а сейчас мы перейдем непосредственно к этому посланию. Я хотел, чтобы вместе составили, ну, я буду больше предлагать, может быть, вы в чем-то поучаствуете, пять проповедей на основании посланий к Пессалоникийцам. Пять проповедей на основании посланий к Пессалоникийцам. И мы начнем с первой главы. Вот. Первый раздел – это «Новая жизнь в ожидании пришествия». «Новая жизнь в ожидании пришествия», я бы так назвал. Первая глава, восьмой, десятой стихи. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Здесь я хочу сказать о том, и на основании этого текста, можно сказать о том, что такое обращение. Вот, восьмой, десятый стих, вы прочитали, да? Они рассказывают о том, что вы обратились. Посмотрите здесь, как можно разбить этот текст. Какой вход имели мы к вам и как вы, первое, обратились к Богу от идолов, далее, чтобы служить Богу живому и истинному, и далее, и ожидать с небес Сына Его. Видите здесь три пункта, что такое обращение? Обратились от идолов, служение Господу и ожидание. Первое, это решительный разрыв с идолопоклонством. Обращение это решительный разрыв с идолопоклонством. Верующие обратились от идолов. Вот, и мы вспомнить можем о фессалоникийцах. Думаете, фессалоникийцам было легко? Вы видели на карте, вот недалеко от города Фессалоники или Салоники, была гора Олимп. А помните, что было на горе Олимп? Там же жили так называемые греческие боги. И когда там молния была, гроза, греки думали, ну что-то опять Зевс гневается. Чем-то недоволен, и вот он посылает молнии свои на землю. И у них было много идолов, им было очень непросто, очень непросто было фессалоникийцам, но они обратились к мертвых идолов. Всегда люди, когда приходят к Богу, они обращаются к мертвых идолов. И идолы могут быть разными. Это могут быть олимпийские боги, но это могут быть другие боги. Что происходит в прошлом? Мы решительно обращаемся, разрыв с идолопоклонством, это прошлое. Какие сегодня идолы бывают? Могут быть деньги, да? Это могут быть кумиры, какие-то люди. Это может быть власть. Это может быть работа или карьера, человеку надо пожертвовать работой. У нас один человек обратился, был депутатом парламента, обратился к Богу, стал членом нашей церкви. Второй раз его не избрали, уже все. Его вычеркнули из списка. Он в баптистскую церковь ходит. Он не смог, он был способным человеком. Если бы были выборы честными, он прошел бы. Но он обратился к баптистам. Все, он вынужден был пожертвовать своей работой. Для кого-то компьютер может стать идолом. Мы знаем людей, которые сейчас пишут часто о подростках, которые сидят при компьютере и чуть не умирают. И одного подростка, родители забрали компьютер, он выбросился через окно, чтобы в компьютерный клуб куда-то сбежать. Просто не могут жить без этого. Обращение означает разрыв с идолами. Семья или, скажем, алкоголизм, человек пьет. Семья, это тоже идол. Обращение означает разрыв с прошлым. Решительный разрыв с прошлым. Астрология, гороскопы, суеверия. Когда человек обращается, он... Материализм тоже самое. Конкретно. Материализм. Материализм. Мышление это материалистическое. Цель. Какие еще идолы? Ну, по сути, вот этот материализм, эти заботы, это главное сегодня, наверное, да? Да, да, да. Что нас привлекает, чего нам трудно оторваться. Обращение связано с прошлым. Мы решительно разрываем с прошлым. Но обращение связано с настоящим. Второе. Чтобы служить Господу, написано. Чтобы служить Господу. Это настоящее. Обращение включает в себя служение Господу. Мы не просто отрекаемся от старой жизни. Мы входим в жизнь новую, входим в служение Богу. Как оценивать служение церкви? Иногда мы говорим, вот столько человек покаялась, как Бог благословил, столько человек крестили. Но оценивать надо результаты работы. Не тогда, когда покаялись. И не тогда, когда крестили. А через года 2-3, когда мы видим, что эти люди активно трудятся в церкви. Вот это истинное обращение. Если человек плакал, молился, выходил вперед, даже принял крещение, это еще не обращение. Настоящее обращение, говорит апостол Павел, обратились, чтобы служить Господу. А если этот человек через 2 года не принимает участие в служении, да сразу же после обращения. Разве можно говорить о том, что он обратился? Это частичное обращение, это не полное обращение. Истинное обращение связано со служением Богу. И третий пункт, с чем связано обращение, посмотрите. Обратились, чтобы ожидать. Ожидать с небес Сына. Истинное обращение связано с будущим. В прошлом разрыв с идолопоклонством. В настоящем активное служение Богу. В будущем терпеливое ожидание Христа. Ожидание. Ожидать значит быть готовым. Значит смотреть в будущее с терпением и уверенностью. И ожидать, это не просто сидеть сложа руки. Это трудиться. Кто-то из вас может служил в армии. Знаете, что такое, когда ожидают великого начальника, высокого чина какого-то в армии. Как солдаты ожидают? Они не сидят сложа руки. Даже травку красят. Есть такой интересный мультфильм про одного солдата Степочкина, который хотел стать десантником. Вот и он попал в десант. Его заставили красить травку, потому что генерал должен был приехать. Вот потом генерал приехал, так заметил, посмотрел, что там молодой солдат делает. Говорит, не так. Мы в свое время не так делали. И генерал показал, как они красили. Потом так показывают в мультфильме. Травка разукрашена в цвета одежды. Вот такая есть маскировочная одежда, когда разные зеленые, темно-светлые цвета. Вот иногда красят военную технику так или покрывают. И вот генерал покрасил травку вот такими разными зелеными цветами. Вот так ожидают начальство, когда начальство приедет. Ожидают. Терпение ожидаем Сына Божьего. И вот здесь апостол Павел говорит об этом. Для того, чтобы служить Богу, нужно ожидать с небес Его Сына. Нет ожидания, нет служения. Вот труд бесполезен, тщательный без ожидания Сына Божьего. Первое проповедь. Новая жизнь в ожидании пришествия. Второе. Четвертая глава. Я сразу перехожу к четвертой главе. Первой седьмой стихи. Фессалоникийцев. Призыв к чистоте. Апостол Павел умоляет поступать и угождать Богу. Вот. Как Господь. Как это сделал Господь. Вот. Как Господь призывает к чистоте. И он здесь пишет. Просим и умоляем вас Христом, чтобы вы приняв нас. От нас, как должно вам поступать, более в том происпевали. Вы знаете заповеди. Ибо более Божией есть освящение ваше, чтобы вы раздерживались от блуда. Чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. А не в страсти похотения, как язычники. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Эта проблема была когда-то в Фессалониках. И она же есть у нас сегодня. Распутство, грех и призыв к чистоте. И вот здесь я бы поделил проповедь на два основных пункта бы сделал. Ну, третий это уже как последний или как своего рода заключение. Поделил бы на две, два таких момента. Вот если вы прочитаете внимательно текст этот. Вот какие два раздела вы здесь бы заметили. И вот какое противопоставление здесь видно. Вот посмотрите внимательно на текст. Противопоставление в тексте. Вот здесь две группы людей. Представлены две группы людей. В пятый стих. А не в страсти похотения. Как язычники. Как язычники, не знающие Бога. Есть язычники. Есть. И есть верные люди. И вот здесь, если мы говорим проповедь на основании этого текста, мы можем ее поделить на две части. Первая часть. Вот один. Вот мы сделаем так. Отношение к сексу язычников. Ну, об этом даже говорить много не надо. Реклама, телевидение, газеты, распутство. Секс, секс и секс. Все на этом построено. Чтобы продать машину, нужно полураздеть женщину, посадить на нее, показать рекламную фотографию. Или зубная паста. Что угодно. Все построено на мотивах, заметьте, таких вот сексуальных. Очень многое построено. Отношение к сексу язычников. Секс это как пища, они говорят. Тело, желудок для пищи, тело для блуда. Так говорили язычники. И это было во времена апостола Павла. И в наше время тоже происходит. Что-то изменилось. Не сильно изменилось. Красивее, блестящее. Все тоже осталось. Это отношение язычников. Второе, апостол Павел говорит, отношение христиан. Освящение или воздержание. Вы другие. Вы поступаете не так, как эти язычники. Святость и чистота. Соблюдать свой сосуд. Соблюдать свой сосуд значит контролировать свое тело. Властвовать над своим телом. Потому что наши тела это божьи сосуды. Властвовать над своим телом. И здесь апостол Павел показывает два пункта, может быть, подпункта нашей проповеди. Первое это воздержание от блуда. Второе святость и чистота. То есть христианское учение состоит, во-первых, в том, что мы чего-то не делаем, мы воздерживаемся от чего-то, во-вторых, в том, что мы практикуем чистоту, святость, активная практика святости, мы делаем что-то хорошее, святость и чистота, чтобы вы поступали свято и чисто, ясное и четкое разделение, мир и христиане. Ну и последним пунктом я бы сделал наказание за грех, потому что здесь апостол Павел так хорошо говорит в конце, что Бог наказывает, призвал, потому что Господь мститель за все это. Или же, вот, даже лучше будет окончание наказания за грех, может так, тоже можно сказать об этом, но еще лучше, седьмой стих закончить. Призвал нас Бог не к чистоте, а к святости. Чем закончить проповедь здесь хорошо? Призывом к святости. Бог призывает нас к святости. Вы другие люди, вы должны вести себя иначе, потому что вы совсем другие, вы не такие, как все. Ведите себя соответствующим образом. Бог призвал вас к чистоте. Вот, исследуйте этой чистоте. И вот, короткий текст писания и такой короткий, ясный план проповеди. Проповедь на основании четвертой главы. На основании первых стихов четвертой главы. Вот уже два плана проповеди по посланию к фессалоникийцам у вас есть. Послание к фессалоникийцам написано молодым верующим, прежде всего для утешения. Вот, конечно, апостол Павел решал и другие проблемы верующих, но главное, для чего он ее писал, для утешения малодушных. Пятая глава, четырнадцатый стих. И сейчас мы переходим к четвертой главе, вернее, продолжаем изучение четвертой главы, вторая часть четвертой главы. Вот, там, где апостол Павел утешает людей, которые потеряли любимого человека или принесли разлуку. Вот, и фессалоникийцы, они не имели еще полноты познания эсхатологии или будущих событий. Поэтому, когда люди умирали, они волновались и задавали вопросы, что произошло с умершим? Где он сейчас? Увидимся ли мы с ним? А что с теми, кто умер до пришествия Иисуса Христа? И вот апостол Павел отвечает на эти вопросы в четвертой главе с тринадцатого по восемнадцатой стихи. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, всредние Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. Я не знаю, вы изучали уже греческий кто-то из вас? Вот или пробовали? Вот здесь есть у меня такой вот этот же текст на греческом. Вот я думаю, вам будет приятно увидеть, посмотреть, что вы уже знаете многие греческие слова, как этот текст написан. Вот апостол Павел говорит Ну не будем продолжать. Вот здесь есть слова, которые вы знаете. Например, агноем. Агностик слова. Тот, который не знает. Или Адельфой. Филадельфия. Город братской любви. Вот или там Анесте. Анесте Анастасия имя, помните, да? Воскресенье. Восставать, воскресать. Лого. Слово. Вы тоже знаете. Вы уже половину греческого знаете. Вам осталось немного только позаниматься. Грамматика, структурой вы уже будете знать. И вот здесь апостол Павел говорит. Не хочу оставить вас в немедении об умерших. Вот здесь интересное, кстати, слово. Вот умерших. Оно буквально означает спящих. То есть, эти люди всего лишь на время уснули. Интересно, что когда апостол Павел говорит о Христе, он употребляет другое слово. Вот у меня выделено жирным. Апэтанон. Танатос. Танатология. Учение смерти. Вы, наверное, слышали. И здесь слово, которое означает реальную смерть. Иисус Христос не просто уснул. Он реально умер. А вот здесь о верующих он говорит. Коймомэнон. То есть, это люди спящие. Люди, которые временно, вот как бы ожидая Господа Иисуса Христа, дремлют. Фессалоникийцы тяжело переживали утрату своих близких. И вот не зная всего учения о втором пришествии, они печалились о судьбе христиан. Вот. И они думали, а что будет дальше? Вот что будет с теми людьми, которые не дождались пришествия Иисуса Христа? Вот. Что будет с теми людьми, которые не дождались? И Павел, апостол Павел, вероятно, учил их уже этому. Он пишет в своем послании. Помните, что я вам уже говорил об этом? Мы встречаем такую фразу. Вот. И он учил о том, что Иисус Христос может явиться в любое время. Но фессалоникийцы так подумали, что любое время, это время в течение их жизни. И они подумали, что благословениями пришествия воспользуется тот, кто будет жив, когда придет Иисус Христос. И вы знаете, что некоторые из них даже оставили свою работу, да? Они думали, что вот Христос придет, ничего, перестали работать, все отказались. Ну, с дня на день Христос придет, все, ничего не нужно. А потом, получается, переживание такое. Вот. Начали умирать некоторые близкие или родные фессалоникийцы, и они думают, Христос не пришел, они умерли. А как же с ними будет? Что будет с ними? Когда Христос придет, не потеряны ли они навсегда? Что будет с нами, оставшимися в живых? И что будет с ними? Они переживали о них. И эти вопросы настолько угнетали фессалоникийцев, что они, как отмечал Павел, стали малодушными. Это слово означает боязливые или робкие. То есть у них буквально подкосились ноги. Они не были уверены в будущем. И учение Павла, вот в этой части Писания, служит укреплением душ. Апостол Павел говорит, что перед лицом будущего верующие должны стоять прямо и уверенно. Не потому, что вот такая слепая уверенность, мы ничего не знаем, но мы верим. Но у нас есть слово Божие, которое ясно говорит о том, что произойдет. И апостол Павел утверждает, что умершие воскреснут, потом мы, живые, будем взяты с ним Господу. И он здесь употребляет слово мы, надо полагать, оно включает и Павла. И это не значит, что Павел думал, что вот Христос придет прямо когда я живу, потому что мы читаем другие тексты Библии. Павел говорит, имею желание разрешиться, то есть умереть. Но богословы говорят это доктриной неизбежного или близкого пришествия Христа, называют это. То, что апостол Павел себя включает в это слово мы, но это говорит о том, что он ожидает пришествия. Он не говорит о том, что Христос придет в течение его жизни, он не знает об этом. Но он ожидает прихода. Приход может свершиться в любое время. И вот на основании этого текста мы можем составить проповедь. Я бы назвал ее послание надежды, встреча, послание надежды. И она состояла бы из трех пунктов основных. Первое это христианская надежда, апостол Павел говорит. Второе основание христианской надежды, в чем оно состоит. Третье план встречи, как все произойдет и заключение это взаимное утешение. Первая христианская надежда, 13 стих. Не хочу оставить вас в неведении об умерших. Апостол Павел исключает всякое неведение в жизни верующих. К сожалению, даже сегодня некоторые верующие страдают неуверенностью в будущем. У них нет этого ведения, ясного учения. И апостол Павел хочет рассеять вот этот туман. Он хочет сказать ясно, что произойдет, что будет. И он говорит, что смерть это как сон для верующего. Она его не уничтожает. Он все равно что спит. И мы не боимся смерти. Слово сон это как покой, отдых от тяжких земных трудов. Верующие с точки зрения мира как бы спят. Он говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. И речь не идет о том, что верующие, вот когда похороны, когда они хоронят близких, это не значит, что верующие не плачут. Вспомните Христа. При гробе Лазаря он прослезился. Вот это, наверное, единственный раз мы встречаем такое выражение. Когда он страдал, он не плакал. Но когда он столкнулся со смертью, с действием смерти, таким ужасным, неприятным действием смерти, он прослезился. Верующий скорбит. Но верующий не скорбит так, как прочие не имеющие надежды. Заметьте разницу на похоронах верующих и неверующих. Вы увидите вот эту скорбь всепоглощающую, отчаяние, и вы увидите скорбь верующих. Потому что для неверующих это конец. Для тех, кто умер, нет никакой надежды. Ничего дальше нет. Все этим заканчивается. Для верующих это сон. Это переход к другой жизни. Верующие оплакивают расставание с близкими, но они не страдают от чрезмерной скорби. Потому что смерть не разделит их с Богом и друг с другом. И дальше апостол Павел говорит об основании надежды. Каково основание надежды? 14 стих. Мы веруем, что Иисус Христос воскрес и умер. Вера во Христа. Иисус Христос умер и воскрес. Что делают верующие? Верующие умирают и воскресают вместе с Иисусом Христом. И это тоже производит Христос. И для апостола Павла это одна из таких любимых идей. Смерть Христа и отождествление верующих со Христом. Верующие, как Христос умирает и восстает вместе со Христом. И дальше апостол говорит об обетовании грядущей встречи. Он говорит, что встреча ожидает нас. И эта встреча имеет двойную радость несет. Во-первых, это встреча с умершими. То есть мы встретимся с теми, кто умер прежде нас. И они воскреснут прежде, и мы потом присоединимся к ним. Вот Уоррен Уирсби, христианский толкователь, писатель. Он однажды при встрече с другом сказал. Я слышал, ты потерял свою жену. Мне очень жало. Имелось в виду, что она умерла. А друг ответил, нет, я не потерял ее. Ты можешь потерять что-то, если ты не знаешь, где оно находится. А я знаю, где сейчас моя жена. Она сейчас с Богом. Мы встретимся с умершими. И второе, мы встретимся с самим Христом. Умершие не будут разлучены ни со Христом. Умершие не будут разлучены с верующими другими. Христос придет и возьмет. Восхищены будем. Здесь такое слово апостол употребляет, как харпадзо. Идея восхищения, это когда что-то стремительно откуда-то вырывается. И вот таким образом мы будем вырваны из этого мира. И мы придем к Господу. И в заключении апостол Павел пишет о плане этой встречи. Как это будет происходить. Что сам Господь придет, при возвещении сойдет, потом мертвые воскреснут, потом мы будем восхищены в облаках встретни Господу. Ну вот здесь у меня есть вот этот план встречи, о котором апостол Павел говорит. Возвращение Господа, воскресение умерших, восхищение живущих, воссоединение. Об этом можно много говорить и размышлять в курсах эсхатологии, как все будет происходить, в каком порядке. Ну по этому тексту апостол Павел просто описывает. Возвращение, воскресение, восхищение и воссоединение. И заканчивает апостол Павел, и мы можем заканчивать свою проповедь, словами утешения. Как апостол Павел говорит, утешайте друг друга семи словами. Какими словами утешать нужно друг друга? Если кратко, вот какими словами мы можем утешать друг друга на основании этого текста? Словами будущей встречи, о том, что мы встретимся, о том, что расставание временно. Вот и об этом мы проповедуем на погребении, на травмных собраниях. Мы говорим о ожидании будущей встречи. Мы ободряем друг друга ожиданием будущей встречи. Итак, это четвертая глава, утешение. Павел, апостол Павел говорит об утешении. Далее мы переходим к пятой главе. Я так ее назвал бы, о временах и сроках, призыв к бодрствованию. Это пятая глава, текст, в котором апостол Павел обращается к повествованию о временах и сроках и о приходе Иисуса Христа. Ну, вы, наверное, знаете этот текст. Я думаю, что даже не буду читать его полностью. Помните этот, о временах и сроках нет нужды писать в их братья. Когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Но вы не во тьме, чтобы день застал вас, как так. Мы во свете. Здесь апостол Павел обращается к еще одной проблеме. К еще одной проблеме. Дело в том, что фессалоникийцы не только беспокоились об умерших, они беспокоились о себе. Они думали, если придет Христос, буду ли я готов встретить его? Ну, о чем некоторые из нас думают. Я помню, даже в детстве нас так пугали. Мы в такой хорошей христианской семье жили. Ну, и такие слухи распускали и говорили, что вот Христос придет, а ты смотришь телевизор. Убежал к соседке телевизор смотреть. Не возьмешь. Не возьмет тебя Христос. Ты останешься на великую скорбь. И мы так переживали, чтобы случайно не остаться на великую скорбь, когда Христос придет и застанет нас за каким-то непотребством. И точно так же фессалоникийцы переживали и размышляли, что будет дальше. И вот апостол Павел здесь пытается или проясняет ситуацию, связанную с будущим. Насчет будущего много есть споров и проблем. Возьмите книги по асхатологии, книги по откровению. Вы увидите, как много проблем и как много толкоманий, связанных с будущим. Пред-требуляционизм, пост-требуляционизм, амиленализм и так далее. Очень много терминов с этих связанных. И это все, наверное, нет нужды обо всем этом спорить. Я бы почерпнул основные проблемы, на которые мы должны обращать внимание. То есть, если даже в вашей среде, братья, есть между собой споры по поводу будущего, вот это не так страшно, надлежит быть разномыслием. Но вот три пункта, по которым вы можете определить еретика. Вот если кто-то говорит, что воскресения не будет, с таким даже спорить нет смысла. Это уже явные противоречия Библии. Если вы будете спорить амид или прет-требуляционизм, ничего страшного. Хотя лучше заняться чем-то более полезным, нежели спорить. Но вот если кто-то отрицает воскресение, это еретик. Если кто-то говорит, что Христос не придет, например, некоторые говорили, что Христос уже пришел, это еретик. Если кто-то говорит, что Христос придет в такой-то день, это еретик. Вот эти три пункта, по которым у нас уже не может быть споров. Это ясно, что речь идет о какой-то ереси. Если кто-то отрицает воскресение наше, кто-то отрицает приход Христа, или говорит, что Христос придет в определенный день. Ну и вы знаете, такую ересь, например, можно найти у так называемых свидетелей Еговы. Вот когда они рассчитывали приход Христа в 1874 году, потом Христос не пришел, и они поменяли расчеты и сказали в 914, когда Христос не пришел, они сказали, что Христос пришел духовным образом. Он воцарился в небе, вошел в небесное святилище и так далее. Ну и апостол Павел опровергает такие идеи. Некоторые фессалоникийцы тоже так думали. Некоторые думали, что Христос уже пришел, а они даже не знают об этом. Некоторые думали, что Христос вот-вот придет и бросили работу и так далее. И апостол Павел обличает эти заблуждения. И вот здесь апостол Павел вот такой очень интересный отрывок пишет. Пятая глава. Это четвертая проповедь наша по плану. Призыв к бодрствованию. Он пишет увещевание фессалоникийцам. И я бы его поделил вот эту тему проповеди, изложил бы в трех пунктах основных. Первая. Это пятая глава с первого по одиннадцатый стих. Первый пункт был бы неверное решение, попытка узнать о времени Дня Господня. Второй пункт, правильное решение, постоянное бодрствование. И третий пункт, основание христианской надежды. Над чем основана наша уверенность. Божье определение и смерть Христа. Первый пункт. Неверное решение, попытка узнать о времени Дня Господня. Апостол Павел говорит, что тех, кто желает узнать о времени Иисуса Христа и сделать знание свое основанием ожидания, ожидает разочарование. Они никогда не узнают время пришествия, все равно пришествие будет для них внезапным и неизбежным. И высчитывать время прихода Господа, это занятие бесполезное, ненужное и неугодное Богу. И во свете первого фессалоникийца мы должны так понимать. И второе пришествие. Мы должны ожидать Христа сегодня и жить соответственно. И второе, мы должны планировать жизнь так, как будто бы Христос не придет в течение нашей жизни. Вот совместить эти два понятия. Ожидать его сегодня, но жить, планировать что-то и строить так, как будто бы Христос еще и сегодня не придет. И вот когда мы будем проповедовать по этому тексту, мы будем объяснять некоторые термины. Помните, мы делали историко-культурный анализ, лексический. Например, времена и сроки. Вот мы объясним этот термин, что значит времена и сроки. Они хотели знать, фессалоникийцы, точное время пришествия Христа. Я думаю, это не было просто любопытством, почему они хотели знать. Они хотели подготовиться. Они думали, ну если мы знаем, когда придет, ну когда мы знаем, когда приедет начальник, там или дети знают, что родители приедут, они все наведут порядок, будут ожидать, все красиво и хорошо. Так и они хотели. Но апостол Павел говорит, что проблема не в том, знаете ли вы или не знаете. Это вообще никто и не может знать. И об этом не надо думать. И он говорит, вы сами достоверно знаете. Что вы знаете? Я бы так перевел. Вы знаете, что ничего не знаете. Вы знаете, что день тут придет, как тать ночью. Что такое тать? Кто такой? Вор. Неожиданно. Вор не посылает нам открыточку, там предупреждение. В такое-то время, такого-то числа я собираюсь залезть через такое-то окно и похитить дорогоценности, которые ты спрятал там в шкафу, вот на той-то полке под одеждой. Вор об этом не говорит. Вор приходит внезапно. Как тать ночью. Ну и как тать ночью это не говорит о том, что Христос придет ночью. Это сравнение. Для сынов тьмы это будет ночь. Но для сынов дня мы же во дне живем. Неважно, спим мы или бодствуем, мы живем во дне. Для нас пришествие это будет долгожданным. День Господень придет для нас, ну как радостный день. И здесь он использует апостол Павел слово день Господень. Ну вы знаете, что слово день это не просто 24 часа или такой 12-часовый промежуток времени. День Господень это такой эсхатологический промежуток времени или какой-то период времени, в течение которого Господь своих целей достигает. Господь начинает творить будущее, свои цели. И он говорит, когда будут, апостол Павел пишет, когда будут говорить мир и безопасность. Кстати, древние римляне, римские императоры утверждали, что они установили мир и безопасность. Пакс эк секюритас на латинском. Они говорили. А в греческом эти слова интересно звучат. Эйрене, кай асфалея. Эйрене это ирина, буквально слово происходит. Мир, покой, благоденствие. И асфалея, асфальт, что-то надежное, твердое. Люди будут думать, что они полной безопасности. У них все просчитано, продумано, противоракетные системы обороны. И так далее, и так далее. У них все будет надежно. И он говорит, тогда постигнет их пагуба, подобно как мукородами, постигает имеющие в очреве и не избегнут. Они будут наслаждаться временем мира, но, к сожалению, для них все будет кончено. Я как-то был на берегах Англии, на западном побережье Англии. Там есть такие пески. Когда смотришь на них во время отлива, ну просто вот пески и там где-то вдалеке море. И некоторые люди, кто не знает об этом, там были трагические случаи. Они ходили гулять эти пески, такие плучи, да. И они заходили далеко, где-то от берега, километр, зайдут, гуляют, где-то ракушки собирают. Или креветки, что-то такое, что там выбрасывает море. А потом начинается прилив. Но приливы начинаются не так, чтобы вот волны бежали сюда, а снизу начинает вода прибывать. И пески становятся вязкими такими. И человек в какой-то момент начинает осознавать, что он не может уже вытянуть ногу. И он пытается бежать и не может. И он может быть недалеко от берега, он утонет. И такие случаи трагические были, если кто-то не знал и уходил в эти пески. Я думаю, что вот здесь иллюстрация хорошая, что может быть для тех, кто не знает Бога, кто противится ему со временем пришествия. Это будет неожиданно. А для сынов света нет. Кстати, для нас вообще это не будет таким уже неожиданным, потому что в Библии есть много знаков. И верующие же наблюдают за знаками, верующие читают Библию. Итак, первый пункт. Неверное решение. Попытка узнать о времени Дня Господня. Мы этим не занимаемся. Верное решение. Второй пункт. Правильное решение. Постоянное бодрствование. Мы не знаем времени пришествия, но мы можем бодрствовать. Вот здесь мы выиграем. Времена и сроки это его дело. Наше дело бодрствовать. Наше дело бодрствовать. И мы готовимся заранее к пришествию Иисуса Христа. Мне нравится пример об одном шотландце, когда он умирал, и его стали утешать, и говорить о том, чтобы он не боялся смерти. Он говорит, не беспокойтесь, друзья, я крыл крышу моего дома, когда погода была теплой. Я заранее думал об этом. Я готовился. Сейчас, когда умираешь, уже поздно. Вот я обо всем этом позаботился заранее. Не нужно спать, нужно бодрствовать. Здесь слово такое употребляется. Грегоромен. Бодрствуйте. Это имя Григорий. Григорий означает бодрствующий. Вот здесь греческое слово употребляется, которое говорит о бодрствовании, что мы бодрствуем, мы трезвимся, то есть неверующие пьянства, заботы, сон, верующий пробужден, он думает, он готовится, он не в пижаме, он в броне, в броне праведности. Он ожидает Господа Иисуса Христа. Вот это правильное решение. О времени пришествия мы никогда не узнаем, но мы можем постоянно бодрствовать. И далее, вот какое же основание или христианской надежды? На чем основана наша надежда и уверенность в приходе Иисуса Христа? Здесь я бы три пункта таких отметил. Первое, у нас другая природа. Апостол Павел говорит, что вы сыны света. То есть вы совсем другие люди. Это сыны тьмы, вы сыны света. Вы принадлежите Богу. Вы совсем другие. Вы не такие, как другой мир, как люди в этом мире. Я помню, один наш студент как-то встретился с другим молодым человеком, беседовали с ним. И тот молодой человек похвалился и говорит, я учусь в Академии управления предпрезиденте Республики Беларусь. Ну а наш студент думал, ну как бы так ответить ему достойно. Вот и потом решил, говорит, ну а я учусь в семинарии при Боге. Вот, ну это было действительно солидно. Мы при Боге, братья, мы другие. Мы с Богом, мы при Боге и Господь с нами. Вот первое, у нас другая природа. Вот здесь в третьем пункте, вот три подпункта, я здесь их не написал, но можно отметить три подпункта. Первое, другая природа. Второе подпункт. У нас другое поведение. У нас не только другая природа. Но если у нас другая природа, мы себя винем иначе. Мы не такие, как этот мир. Мы бодствуем и трезвимся. Мы не так себя ведем. Конечно, мы несовершенны. Конечно, многие обвинения, которые дьявол выдвигает против нас, истины. Это так. Но мы спасаемся смертью, кровью Иисуса Христа при своем несовершенстве. Даже если мы были бы самыми хорошими, мы все равно недостойны Его. Даже, ну, я вам рассказывал, что, например, я боялся, если я делаю что-то непотребное, Христос придет. Ну, а скажите, если я читаю Библию, там или молюсь, и Христос приходит, разве я достойен Его? Даже в этом случае. Что такое моя праведность? Запачканная одежда. Даже в этом случае я недостойен. Я спасаюсь Его кровью. Я стремлюсь только к совершенству. Моя праведность ничто. Но, тем не менее, апостол говорит, у вас другое поведение. Верующий – это не тот только, кто называется таким, кто себя ведет иначе. И третье, вот подпункт, в чем основание. У нас другое предназначение. Мне так нравится брать этот стих. Здесь говорит 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, а к получению спасения. У нас другое предназначение. Христос во второй раз явится для ожидающих Его во спасение. Христос определил нас ко спасению. Вы представляете, как это радостно? Не то, что мы делаем, в конце концов, не зависит от нашего поведения, но от того, что сделал Христос. Что сделал Христос. У нас другое предназначение. Поэтому мы заканчиваем проповедь взаимными словами. Ободрение. В заключении апостол Павел об этом говорит. Увещевайте и назидайте друг друга, как вы и делаете. Мы друг друга ободряем. Ободрись, брат, Христос придет. Ободрись, брат, у тебя другое предназначение. Иисус Христос тебя любит. Иисус Христос хочет тебя спасти. И мы ободряем друг друга. Вот так, как ободрял апостол Павел верующих в Фессалониках. Итак, призыв к бодрствованию. Это четвертое. И пятую вы уже сами будете делать сейчас проповедь. Мы продолжаем пятую главу. Мы заканчиваем послание Фессалоникийцам. Здесь, может быть, еще какие-то планы проповедей. Жизнь церкви. Пятая глава. Апостол Павел дальше пишет о том, как живет церковь. Это начиная с 14 по 22 стих. Первый Фессалоникийцам. Первый Фессалоникийцам. Пятая глава, 14-й, 23-й стих. И сначала апостол Павел описывает жизнь христианской семьи. Как церковь живет, он использует слово «братья». Это одно из любимых слов Павла. Он использует его примерно 60 раз в посланиях всех. И в послании к Фессалоникийцам он использует слово «братья» 27 раз. Братья это кто? Это члены одной семьи. Мы одна семья. Члены церкви несовершенны. Члены семьи несовершенны. Но они поддерживают друг друга. Они любят друг друга. Но в своей жизни семья должна руководствоваться какими-то правилами. И апостол Павел говорит, да, вы семья. Но в семье должен быть какой-то порядок. И кого-то нужно вразумлять. Кого-то утешать. Кого-то поддерживать. Кого-то нужно терпеть. А терпения должно быть очень много. И апостол Павел, например, говорит, что есть бесчинные люди у вас. Здесь мы проводим лексический анализ. Кто такой бесчинный? Помните это слово? Буквально оно означает человека, который вышел из строя. Солдат вышел из строя. Он нарушил порядок. Бесчинный это не дистриблинированный член церкви. Может быть он постоянно опаздывает на собрание. Ну это тоже какая-то уже бесчинность. Это уже нехорошо он делает. Есть малодушный. Малодушный тот, который сильно беспокоится об умерших, о том, будет ли он готов, будут ли родственники со Христом. И он так теряет от этого радость спасения. А есть слабый. Слабый тот, который себя, может быть, не может контролировать, вести, управлять собой. И мы можем, кстати, вот здесь составить несколько таких планов проповедей на основании этих текстов. Возьмите 11-14 стихи. Есть у вас с собой Библия? Можно предложить пару таких мыслей, хотя бы начальных мыслей, о чем бы мы проповедовали. Жизнь в церкви. Как нужно жить в церкви? Я здесь два таких варианта предложил бы. Первый. План составлять, исходя из объектов действия. То есть, в 11 стихе, с 11 по 14, вы находите разных людей. О разных людях говорится. Вот. О каких там людях говорится? Посмотрите. 11 стих. Почему возлюбленные там? Вещевайте друг друга. Друг друга. То есть, первое здесь говорится обо всех. Первое. Жизнь в церкви. Друг друга. Вот. Что мы делаем в отношении друг друга? Назидаем один другого. Следующее. О ком там еще говорится? 12 стих. Трудящие. Предстоятели. Это кто? Пасторы. Может быть, там, якоины, служители. Те, кто предстоят перед нас. А что нужно с ними делать? Уважать. Уважать. Друг друга наставлять, вразумлять. Пасторам уважать. Дальше. О ком еще говорится? И так же там почитать их. Почитать их. Тоже, да. Между собой. Следующее. Будьте в мире между собой. Между собой. Опять друг с другом. Хранить мир. Поддерживать друг друга. О ком еще там идет речь дальше в следующих стихах? Обещенных. 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 Что надо делать? Вразумлять. Я бы так даже назвал это. Я бы здесь на три пункта поделил проповедь. Первое такое, я сказал бы, отношение друг к другу. Второе, отношение к вышестоящим, ну, пасторам, служителям. И третий пункт, я бы назвал так, отношение к группе риска. Ну, такое слово может быть вспоминяное. И туда внес бы таких людей, как бесчинные. Что с ними нужно делать? Разумлять. Молодушные. Поддерживать. Утешать. Утешать. Слабых. Поддерживать. Поддерживать. И затем, как бы, итог. Как заключение. Со всеми будьте терпеливы. В церкви надо много терпения. Там такие люди собрались. Да там мы собрались. Мы там в церкви. Надо терпеть. Вот такой вопрос по поводу бесчинной. Это же синоним слова безответственная, да? Или... Ну, здесь больше говорится, бесответственный это человек, который, скажем, может что-то не сделать. Допустим, ему поручили, он этого не сделал. Но бесчинный это тот, который что-то делает. Это более активное слово. То есть, он делает что-то не так. Что-то делает не то. Например, в первом послании к фессалоникийцам бесчинный это буквально интересно в греческом слово такое атактус. Тактичный слово, знаете? Есть в русском. А там а это отрицание. Это не тактичный человек. Это человек грубый. Как-то, который грубо говорит. Который грубо поступает. Похожие слова. Я думаю, что... Если вот, допустим, в проповеди вместо этого слова применить... Там синоним какой-то разобрать это слово как наиболее подходящее. И в проповеди возможно применить не слово бесчинный, потому что мало кто это понимает. А подобрать просто такое слово, которое более-менее соответствует. Я согласен. Потому что часто мы в проповедях употребляем слова, которых люди не знают. Мы, например, обличаем грех бесчинства, а люди не знают. А в чем мы их обличаем? Например, слово недисциплинированный можно использовать. Отсутствие дисциплины какой-то. Ну, я думаю, будет правильно. Или... Ну, фессалоникийцев... Кто были эти бесчинные? Люди, которые не работали. Хотели жить за счет других. И ожидали пришествия. Но слово недисциплинированный, нетактичный, допустим, беспорядочный, безответственный, могло быть. То есть это допустимо? Да, я думаю, допустимо объяснять. Более применение таких людей надо вразумлять. А что, если человек постоянно опаздывает? Или там выходит, или шумит, или... Человек вместо того, чтобы сидеть в зале, проводит время в холле, дома молитвы, не хочет нормально сидеть в зале и слушать, порядок вести. Да, это разумно. То есть здесь, может быть, план проповеди составлен по объектам действия, а можно сделать второй план проповеди, исходя из глаголов. Вот вы видите, там какие глаголы есть. Вот в этих отрывках. Допустим, первое. Увещевать и назидать. Кого? И мы там находим. Друг друга. Друг друга. Уважать и почитать. Предстоять. Предстоять. Вразумлять. Вещение. Бесчинных. Утешать и поддерживать. Слабых. Слабых. Любить, помогать и так далее. То есть можно построить план проповеди на объектах, скажем, и говорить о разных группах в церкви и о том, что с ними делать. А можно построить на глаголах. И тогда на глаголах мы будем говорить о том, что делать, и потом с кем это нужно делать. То есть у вас могут быть разные планы проповеди о том, как жить в церкви. Как должна строиться жизнь в церкви. И сейчас мы переходим к последнему отрывку. Ну, я уже не буду говорить, это вопрос экзодезы. Такие тексты там есть, скажем, как о собрании церкви. Апостол Павел дальше говорит, там, духа не выищевайте, пророчества не вынтяжайте. Я думаю, что здесь речь идет, ну, многие толкователи считают, что речь идет о проповеди, скорее. Ну, о выражении о том, что человек провозглашает волю Божию, как пророчество. Потому что фессалоникийцам, может быть, некоторые верующие беспокоились, что, скажем, ну, человек пророчествует и сатана может подделать пророчество. И потом они думают, ну, а тот человек на самом деле от Бога говорит или не от Бога? И это могло привести к угошению огня духа. Они сказали, ну, не надо нам тут пророчеств, не надо нам говорить, неизвестно от кого ты говоришь. И апостол Павел говорит, перестаньте относиться к пророчеству с презрением. Но, скорее, многие толкователи здесь понимают под этим проповедь, провозглашение истины. И Хендриксон, один толкователь, обращает внимание на этимологию слова пророк. Он говорит, что слово «профетес» в греческом «пророк» буквально означает «говорить от лица кого-либо» или «говорить за кого-либо». То есть пророк – это тот, который провозглашает волю Божию. Он говорит от имени Бога. И всякий проповедник, который говорит, выходит и провозглашает на основании Библии волю Божию, он говорит от имени Бога. То есть вы, по сути дела, пророки. Есть специфическое значение этого слова – предсказание будущего. Ну, это одна из форм. Даже в так называемых книгах пророков не все относится к будущему. Многие к настоящему, к прошлому и так далее, вы знаете. Поэтому апостол Павел говорит, что не надо уничижать проповедь, пророчество и провозглашение воли Божией. Но обратим внимание на следующие, последние стихи. «Жизнь в ожидании пришествия». Вот 16-18 стихи. Ну, вы знаете, наверное, на память эти тексты, да? «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия, Христе Иисусе». И здесь я хотел бы, чтобы мы составили пару планов проповедей. Но прежде я напомню о том, чем отличается хороший план. Помните, чем отличается хороший план? Первый пункт. «Соответствие Библии». Связь с Библией. Связь с Библией и с текстом. План должен отражать основную мысль текста. Основную мысль текста. Вот мы сейчас составляли планы, вот, малодушные, бесчинные, там, отношение к пасторам. Мы строго шли по Библии. План отражает текст. План отражает идею текста. Второй пункт. Помните, чем отличается? «Исполняй, что написано в Библии». Это первая, я веду, связь с Библией. Первый, мы говорим. «Параллелизм». Это уже чуть-чуть дальше. Ну, это, правильно, это связано со вторым пунктом. «Единство». 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 Ну, а единство достигается за счет параллелизма или повторений и так далее. Единство. Проповедь похожа не на куст, а на дерево. Есть ясность, есть прогресс, есть развитие мысли. И третье. Чем отличается хороший план? Ну, параллелизм, он должен быть. Да, он должен быть план. Последовательность, прогресс, развитие мысли. То есть, мы идем от простого к сложному, как цветок. Вот мы помним эту иллюстрацию. Цветок распускается. Ну, здесь в втором пункте мы можем еще под пункты добавить. Параллелизм, повторение и так далее. А здесь последовательность, прогресс, развитие мысли, кульминация. Хорошей проповеди мы идем к кульминации. У нас есть логическая или хронологическая связь. Например, мы проповедуем апостоле Павле. Как? Мы говорим, жизнь до покаяния, жизнь после покаяния. Нет, покаяние, жизнь после покаяния. Логическая связь. Все хорошо сделано. Потом психологическая связь, последовательность. Помните, мы говорили, что проповедь должна вести к какому-то решению, к чему-то хорошему. Вести человека, может быть, к освобождению от греха. К чему-то приводить его. Не просто вгонять в депрессию. И кульминация мыслей. И вот на основании этого, я думаю, что мы будем... Пункты должны иметь логическую или хронологическую связь, психологическая последовательность, кульминация мыслей. И вот на основании этого мы будем составлять план. Но, да, еще вот один пункт. Простота плана, это так добавлено, что не надо усложнять слишком. При всем этом мы будем стараться сохранять простоту. Итак, мы вот сделаем три плана, ну, два или три плана вот по таким пунктам. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Хорошо? Мы берем этот текст. Основной текст, это вот тот, который написан в Фессалоникийском. Всегда радуйтесь. Это есть текст писания основной. Вот. А сейчас мы под пункты. Вот если бы вы проповедовали на этот текст, о чем бы вы говорили? Ну, что значит всегда радуйтесь? Вы должны объяснить людям. Вот вы должны рассказать более подробно, в каких обстоятельствах, когда радоваться, что значит радоваться. Вот этот момент. То есть вы уже сами... Сначала определяем, что такое слово радость, что оно в себя включает. Что радость бывает, мирская радость бывает, божественная радость. Это может быть введение даже, я бы сказал, так делать. Хорошо. Определяем радость. Что такое радость? Определение слова радость. Радость, истинная радость в Господе. Ну да, это можно об этом сказать. Я имею в виду вот здесь раскрыть нам всегда, что это значит. Всегда это независимо от обстоятельств. Радуйтесь в любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. Может быть, да. Или, да, можно говорить об обстоятельствах, да. Можно, кстати, можно подойти таким путем. Радуйтесь в любых обстоятельствах, радуйтесь в любое время и радуйтесь, что еще такое сказать. Можно сделать такие пункты. Суть радости, потом предпосылки радости, и потом сама радость. То есть, суть радости, это то, что нам в Господе радость остальная. Потом предпосылки, праведность, святость, чистота. И потом радость в любых обстоятельствах. И не забудьте при этом взять послание к фессалоникийцам и посмотреть, о чем говорил. Хорошо взять послание к фессалоникийцам и не забыть, о чем Павел говорил к фессалоникийцам. Обращение. Радость в обращении, в спасении. Он им говорил о встрече с умершими. Радуйтесь тому, что встретитесь с умершими. Близкие умирают. Радуйтесь в самых тяжелых обстоятельствах. Господь даст вам радость встречи и так далее. Вот во всем этом. То есть мы идем, даже послание к фессалоникийцам не забываем. Два плана по посланию к фессалоникийцам о радости, на основании ваших предложений. Одну мысль я хотел отметить. Я слышал проповеди на этой стихе. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Обычно проповедники их читают и сразу забывают о послании к фессалоникийцам. Но эти стихи написаны в послании к фессалоникийцам. Если вы проповедуете на тему и всегда радуетесь, обязательно посмотрите, что говорит об этом все послание к фессалоникийцам. Первое послание. В каких условиях радости? Когда апостол Павел пишет о смерти близких, когда он пишет о быстром пришествии, когда он пишет о бесчинных проблемах в церкви. При всем этом радоваться. Всегда мы связываем с первым посланием к фессалоникийцам. И тогда проповедь станет, во-первых, мы ближе к Библии будем, мы вернее будем преподавать слово истины. Во-вторых, проповедь станет намного богаче. А так мы забываем. Мы взяли всегда радуйтесь и забыли, что написано до того и после того. А ведь там есть стихи. Пять глав написано до того. И там что-то сказано об этой радости. В каких условиях? Это написано фессалоникийцам, которые испытывали гонения. Они сильные гонения испытывали. Фессалоникийцы, у которых умирали близкие, и они не были уверены, которые ожидали пришествия. И тогда у нас совсем другое впечатление. А что такое радость? Когда умирают? Радость, когда гонят? Радость в ожидании Христа? И другое впечатление, другие аспекты радости мы открываем. Поэтому нам надо не забывать, когда мы берем такие особенно маленькие стихи, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Мы взяли и забыли о послании к фессалоникийцам. И мы потеряли богатство, которое сокрыто в этом стихе. Непрестанно молитесь. О чем бы вы говорили, если бы проповедовали на эту тему? Вы бы взяли первое послание к фессалоникийцам и начали бы его листать. О чем апостол Павел говорит здесь? Вы читали бы, скажем, в апостоле Павле, он пишет о том, как он пришел. О, может быть, молиться о служителях Божьих? Здесь хорошая мысль. О чем молиться? Ну, непрестанно молиться, это прежде всего, конечно, о времени речь идет. Да, что молиться всегда. То есть молиться каждый день, молиться во всех обстоятельствах, молиться при любых условиях и так далее. Но в то же время можно и о темах говорить. Вот апостол Павел, мы молимся. Потом какие-то трудности в церкви, умирают люди, мы об этом молимся. Или четвертая глава, о чистоте, чтобы вы освящались. Молимся об этом, об освящении, о чистоте. Пятая глава, о пришествии. Молимся, чтобы Господь приготовил нас и сохранил дух, душу и тело в пришествии Господа Иисуса Христа. То есть мы связываем всегда это с пришествием, с первым фессалоникийцам. Или за все благодарите. О чем вы будете говорить в этой проповеди? О том, что Павел говорит о... за что благодарить? Да. Именно в первом... В первом послании. Имеет это послание. Да. Да. А там есть моменты. Благодарность за обращение. Он говорит, вы обратились от мертвых идолов. Это благодарность. Он, по-моему, в первом послании. О церкви, о... Всегда благодарим Бога за вас. Он первый... Кстати, да. Он напоминает. Благодарность за других. Тут либо первым, либо последним пунктом должно быть, что благодарить надо именно за все. Именно вот объяснить, что значит за все. Обязательно этот пункт должен быть. Либо первым, либо последним. Да. Как применение, либо первым. Здесь интересно посмотреть в греческом. Он буквально в греческом. Энпантос стоит. Оно буквально означает во всем. То есть, мне даже больше как-то нравится вот это выражение. Во всем. Во всем. Или во всем, что с вами происходит. Буквально. Благодарите. Во всем, что с вами происходит. И потом мы берем послание к фессалоникийцам. Гонения. Вот. Расставание с близкими. Какие-то трудности с бесчинными. И во всем этом, во всем, что мы переживаем, мы благодарим Господа. Вот. Ну и уже здесь пункты мы можем... Труд, любви, терпение, упование. Да. За все. А если за все, тоже можно говорить. За наших близких, за тех, кто в церкви рядом с нами. Вот. Благодарить за труд, который Господь нам дал. За обращение и так далее. Даже по посланию к фессалоникийцам можно составить проповедь. Даже не обращаясь к чему-то другому. Вот. Мы часто оставляем вот то, с чего начинаем. Мы оставили послание, ушли. А там такое богатство. Там, оказывается, можно вот, читая с первой главы, посмотреть, за что можно благодарить. Там можно уже собрать конспект проповеди. Хорошо. А еще лучше в конце сказать проповедь. Жизнь христианина в ожидании пришествия сразу на все три стиха. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Первое. Радость. Радость пред Господом подкрепление ваше. Написано. Богу угодны служители, которые трудятся с радостью. Вот. Я часто желаю, когда пишу, переписываюсь по электронной почте, я всегда часто пишу внизу. Там. Всегда радуйтесь в служении Господу. Всегда добавляйте слово. Я хочу, чтобы каждый служитель радовался Господу. Чтобы мы призывали друг друга к радости Господу. И особенно в связи с пришествием. Тема основная послания к фессалоникийцам. Это пришествие. Всегда радуйтесь, потому что Господь грядет. Господь близок. Господь утешит вас. Всегда радуйтесь. Дальше мы переходим. Непрестанно молитесь. Конечно, мы здесь можем другие тексты привлечь. Мы можем взять симфонию, посмотреть, что Библия говорит о радости. Посмотреть в компьютере или в симфонии. Потом. Непрестанно молитесь. Здесь, чтобы всегда радоваться, надо непрестанно молиться. Это помогает. Здесь стихи тоже взаимосвязаны. Апостол Павел не просто так писал. Один стих, потом дай другой, напишу третий, что пришел в голову. Это взаимосвязано. Если ты молишься, у тебя будет больше причин для радости. Молись. Молись. Особенно в собрании. Дом моего молитвы наречется, говорил Господь. Молись об этом. Молитесь. Христос грядет. Молитесь, чтобы быть готовыми к пришествию Христа. Опять мы связываемся с пришествием. В свете посланий к фессалоникийцам. И последнее. За все или во всех обстоятельствах благодарите. Если мы будем непрестанно молиться, у нас будет все основания для благодарности. Мы будем благодарить Господа. За все благодарите. За все обстоятельства жизни. Вот кто-то сказал, что никогда не бывает настолько плохо, чтобы не было еще хуже. Вот или другое выражение замечено. Никогда не говорите, что дела идут хуже некуда. Подождите до завтра, и вы увидите, что они стали еще хуже. Ну, так, может быть, шутливо сказано, но на самом деле, что наши обстоятельства не самые тяжелые, о чем мы думаем. Есть у людей намного хуже обстоятельства. Вот особенно я когда встречался с братьями с разных стран Африки, Юго-Восточной Азии, я смотрел фотографии. Однажды я провел месяц с братьями из 23 стран. Особенно много было из Африки, из Центральной Америки. И я посмотрел на фотографии, в каких домах они живут. Страшно смотреть. В каких обстоятельствах, какие условия жизни в тех странах или деревнях, где они находятся. Действительно ужасные. Афганистан тоже самое. Афганистан, да. Это одна из беднейших стран мира. Совершенно не представить. Мы в сравнении с ними благоденствуем, как на небе живем. Если представить. За все благодарите. Есть за что благодарить. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. За все благодарите. И здесь важно, вот еще раз подчеркну эту мысль. Когда мы разбираем и строим эту проповедь, не забыть о послании к висалоникийцам. И здесь в свете пришествия. Радуйтесь, Господь грядет. Молитесь, Господь грядет. За все благодарите, Господь грядет. Благодарите за то, что Он придет. Вот мы построили проповедь, и мы остались верны Слову Божию, верны учению, которому Господь предлагал нам. Итак, за все благодарите. И за этот курс, и за то, что мы прошли, кратко прошли с гомелитической точки зрения послание к висалоникийцам. Это тоже благодарность. Продолжение следует...